Дорогие коллеги, прошу вас рассаживаться. Мы начинаем нашу следующую сессию. Ее тема звучит следующим образом. Вибрианские импликации по политической теологии. Соответственно, открывает заседание нашей сессии наш уважаемый Олег Васильевич Клядюшов, научный сотрудник Центра фонтаментальной социологии НИУВШ, ведущий научный редактор секции социологии Большой Российской энциклопедии, сокращение БРЭ. Он представит вам свой доклад с, скажем так, характерно немецкоязычным, я бы сказал, названием к политической теологии Макса Вебера «Харизма как Акатихон». Знак вопроса. Прошу вас, Олег Васильевич. Спасибо. Существует несколько крупных имен европейской интеллектуальной истории, с которыми Карл Шмидт соотносил свое идейное наследие. Одной из таких ключевых фигур Шмидтиана, безусловно, является другой немецкий гений, великий социальный теоретик Макс Вебер. Я начну с краткого экскурса в историю их взаимоотношений, как личных, так и идейно-теоретических. Шмидт познакомился с Вебером в Мюнхене, он посещал Веберовский семинар для преподавателей. Семинар был довольно длинный, он длился 14 занятий, проходил по субботам. Хотя Шмидт в том времени уже габилитировался, то есть защитил вторую докторскую, он скромно сидел среди слушателей в аудитории во время Веберовских занятий, например, сохранилась его запись лекции Вебера по экономической истории. Здесь нужно уточнить, что это был за семинар. В 1918 году французы захватили или освободили Сразбур, в зависимости от перспективы, и, естественно, они тут же закрыли Имперский университет Казера Вильгельма. Две тысячи преподавателей были выброшены на улицу, многие из них не пережили этого удара, среди них великий социолог Георг Зимель или один из учителей Шмидта Пауль Лабанг. Ударение на первую, наверное. Лабант. Лабант. Пауль Лабант. И вот в качестве жеста академической солидарности по всей Германии начали открываться академические позиции, чтобы принять Сразбургских изгнанников. И вот Шмидт как раз и получил такую позицию в Мюнхене, но не полноценную профессорскую позицию, а довольно скромное место преподавателя в высшей торговой школе, которая была каким-то образом ассоциирована с университетом, но, тем не менее, позиция была довольно скромная, оплата невысокая. Естественно, уже в 1921 году Шмидт, получая первую позицию в Грайсвальде, собственно, там и начинается карьера Шмидта профессора. А в Мюнхене он пока посещает курсы повышения квалификации у Вибера. Как он потом вспоминал, уже я имею в виду Шмидта через десятилетия, что это был семинар для младших и для старших коллег. И вот сохранилась, как я сказал, запись, сделанная Шмидтом во время зимнего семестра 19-20 года. Вот там и произошло знакомство двух выдающихся мыслителей, тогда еще в очень различном академическом статусе. Вслед за этим контакты продолжились. В источниках зафиксировано, например, посещение Шмидтом Вебера на дому в Мюнхене. И уже десятилетия спустя Шмидт уже сам в статусе живого классика вспоминал, как он присутствовал не только на этих лекциях, но и знаменитых веберских докладах. Наука как профессия, политическое переустройство Германии, политика как профессия и так далее. И в более поздних письмах интервью он неоднократно рассказывал об этих личных встречах с Вебером. Например, в письме Жюльену Фройнду он писал «При чтении вашего перевода Вебера на меня нахлынули тысячи воспоминаний о Максе Вебере и его преподавательском семинаре в Мюнхене». Или в письме Хайнсу Фридриху. Я тогда лично общался с Максом Вебером и даже был членом его семинара для преподавателя. При этом Шмидт то прямо позиционировал себя как ученика Вебера, то всячески дистанцировался от него и довольно издевательски его характеризовал. Например, он иногда обзывал его представителя империалистического учения о государстве, писал, что Вебер вызывает у него просто отвращение и так далее. А после этого спокоенно называл себя единственным истинным учеником Вебера. При этом понятно, что он троллил Яханнаса Винкельмана, который таким образом позиционировал себя как главного распорядителя веберской наследии. Некоторые исследователи считают, что здесь как раз мы увидим выражение того знаменитого интеллектуального сарказма Шмидта, который в искусстве троллинга ничем не уступал самому Веберу. При этом Шмидт полемизировался Вебером всю свою жизнь, долгую жизнь. И поэтому при желании всю Шмидтиану можно рассматривать как криптовебериану. Впервые Шмидт касается ее веберовской идеи 24-летнего возраста, в диссертации «Законный приговор» 2012 года, а последний раз уже 90-летним патриархом в самой последней своей статье «Легальная мировая революция» в 1978 году. Таким образом, шмидтовская рецепция веберовской мысли продолжалась целые 66 лет. По некоторым наблюдениям, это уникальный случай в интеллектуальной истории. Более длительной рецепции идеи Вебера мы просто не можем обнаружить. И уже одно это обстоятельство делает Шмидта ключевой фигурой веберианы. В предисловии к своему сочинению «Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса» Шмидт цитирует французского просветителя Дени Дидро, который сказал о Гоббсовом книге, что это книга, которую можно читать и комментировать всю свою жизнь. И вот в этом, в данном смысле, можно сказать, что сам Шмидт всю жизнь читал и комментировал Макса Вебера. Для нашего контекста значимо то, что само появление политической теологии, как исследовательского проекта Шмидта, было непосредственно связано с именем Макса Вебера. Дело в том, что первые три главы своей, первой политической теологии Шмидт опубликовал не где-нибудь, а именно в сборнике памяти Вебера 22-го года. Фактически сборник вышел в декабре 22-го года, но он указывается обычно, что это 23-й год. И я напомню, что политическая теология увидела свет примерно в марте того же года. Очевидно, что для Шмидта было важно не просто отдать дань уважения ушедшему классику, заодно оказавшись довольно солидной компанией, его друзей и учеников и почитать, но и зафиксировать содержательную связь своего подхода с идеями великого социолога. Так в рамках сборника он переименовывает свой материал в социологию понятия суверенитета, а широко известную в узких кругах главу третью политической теологии, она у него там оказывается в социологии юридических понятий. И по наблюдениям Александра Фридриховича Филиппова, Шмидт больше никогда не пытался стилизовать свою политическую теологию под некую разновидность веберянской ориентированной социологии. Видимо, это был первый и последний раз. В современном вебероведении считается, что за маской верного ученика Вебера нет никакого содержателя интереса у Шмидта. То есть он надевал на себе довольно много масок, и вот маска веберянца была лишь одной из них. И технологически при желании можно найти подтверждение. Так в первом издании политической теологии говорилось ни много ни мало как о стремлении пробудить интерес к классику в текущей теории государства и права. Цитата. До сих пор еще не предпринималось попыток использовать громадный социологический материал трудов Макса Вебера для юридического образования понятий. То есть Шмидт тем самым позиционировал себя как оператора вот этого процесса возрождения интереса. Но уже из второго издания 1934 года этот пассаж был просто вычеркнут, зато в нем оставлены довольно издевательски для лояльного последователя утверждения о методе веберовской социологии. По Шмидту он заключался прежде всего в том, чтобы, цитата, выявить для определенных идей интеллектуальных образований типичный круг лиц в силу своего социологического положения, приходящий к определенным идеологическим результатам. Естественно, для Шмидта это никакая не социология, юридические понятия. Он говорит, что это скорее подходит для биолитристики, для художественной литературы. То есть в этом смысле это чистое издевательство. Тем примечателем возвращения сущностного интереса Шмидта к Веберу через десятилетия такого рода полемического дистанцирования. И причиной этого повторного обращения к идеям учителя стало веберское социологическое господство, в которой содержались некоторые значимые дискуссивные элементы для одержимого политикой Шмидта. И вот как показывает его переписка уже 60-70-х годов, разработанная Вебером проблематика харизматической легитимности, она неоднократно обсуждалась с Шмидтом, с разными корреспондентами, прежде всего с его учениками, например, с его бывшим аспирантом Бонни Эрнстом Форскоффом. И при этом Шмидт признает, что его собственные попытки работать с понятием харизмы не увенчались успехом. В политической теологии 2 Шмидт называет, на первый взгляд, неожиданно, веберовский концепт харизматической легитимности, цитата, самым ярким для теологов и не теологов примером новейшей политической теологии. Более того, в 70-е годы письмам младших современников он вообще харизирует Вебера в качестве занимающейся политической теологией историка, чьи труды могут быть поняты только как попытка политической теологии. Таким образом, теперь уже Вебер как бы превращается в последователя Шмидта, в ученика Шмидта, можно даже сказать, в разработанном тем политико-теологическом предметном поле. Несмотря на всю проблематичность такого рода позиционирования основателя мировой социологии, личные взаимоотношения, идейные пересечения двух выдающихся ученых представляют значительный интерес для истории идей и социологии интеллектуалов 20 века. И в любом случае, они выходят далеко за рамки малопродуктивных дискуссий о том, был ли Карл Шмидт легитимным учеником Вебера, как утверждал Юрген Хебермас во время своего скандального выступления на юбилейном веберовском конгрессе 64-го года. Или же Шмидт был просто прилежным учеником Макса Вебера, как наставил Вольганг Момзин в своей известной книге «Макс Вебер и немецкая политика». Что же могло заинтересовать позднего Шмидта в Веберовском концепте харизма? Здесь невозможно делать какой-либо экскурс длительной истории понятий харизма, и тем более его рецепции, от апостола Павла до афроамериканского YouTube-блогера Кая Сената. Я думаю, многие знают, что этот блогер сделал некое усечение понятия. Харизму он с двух сторон, так сказать, почикал, получилось «рис», и вот возник популярный мем, который издательство Оксфордского университета даже признало в прошлом году мемом года. То есть харизма получила новую жизнь. Мы можем здесь зафиксировать лишь несколько моментов. Очевидно, религиозное происхождение термина в значении божественного дара, дарованной свыше милости. Так, например, апостол Павел семь раз использует понятие харизма в первом послании к Коринфянам. Далее понятие активно разрабатывается раннехристианским богословом, например, у Тертуляна. Но поистине новый ренессанс понятия переживает на рубеже 19-20 века, прежде всего в немецкой протестантской теологии, религиоведике, например, у Адольфа Гарнака, Карла Холла, Рудольфа Зома и Эрнста Трёльча. Собственно, там его и почерпнул Вебер, когда начал разрабатывать собственную социологию религии, где оно, собственно, и стало центральной категорией. Что здесь интересно для политической теологии? Харизма находится на пересечении двух сфер. С одной стороны, это сфера религиозного, область поисков потустороннего спасения, а с другой стороны, это сфера политической власти, область стремления к посюстороннему господу. То есть харизматик, обладатель этого уникального дара, находится на пересечении этих двух миров. С одной стороны, он получает дар непонятно откуда, источник этого дара можно определять по-разному, Но социологически очевидно, что харизматик может использовать этот дар с целью влияния на людей, что и делает это понятие релевантным не только для социологии религии, но и для политической социологии. Можно сказать, что вклад Макса Вебера в столь длительную историю понятия харизмы заключался прежде всего в переносе его переносе из социологии религии в политическую социологию, где харизматическое господство становится у него одним из идеальных типов легитимного господства вообще. И уже затем с легкой руки Вебера далее происходит постепенное проникновение понятий из социологии в другие сферы. Например, существует даже такая вещь, как теория харизматического менеджмента. И в общественный дискурс в целом, вплоть до упомянутого американского блогера. Очевидно, что здесь мы имеем дело с тем эффектом, который известный британский социолог Энтони Гидденс назвал эффектом двойной герменевтики. Когда ученые сначала создают свои социологические понятия, а затем те проникают в социальную повседневную жизнь и начинают уже жить своей жизнью в сознании людей. Что же происходит с харизмой в социологии Макса Вебера? Веберовское понятие харизма, как я уже сказал, находится на стыке господства и спасения, а это уже чистая сфера политической теологии. То есть харизма веберской социологии – это преобразование трансцендентного измерения в измерение политическое, превращение элементов сакрального в ресурс господства. То есть здесь мы имеем дело с базовой проблематикой политической теологии, как минимум в шмиттовском ее понимании. И как удачно написал Александр Федорович Филиппов, мне кажется, в телеге где-то у этого у вас было, что Вебер уже мыслит в категориях политической теологии, хотя еще пока об этом не догадывается. То есть своих религиозно-социологических трудах Вебер, с одной стороны, исследует высшее благо, то есть спасение души, и религия открывает путь к этому спасению, церковь выступает оператором этого процесса. А с другой стороны, политика, как область действия смертных богов, обещает людям посеустороннее спасение, спасение особого рода, уже через коллективное, при этом чисто имманентное социальное действие. Это действие определенного рода, но при этом он обладает собственной абсолютной ценностью, вне всяких обещаний загробного воздаяния. В этом смысле для Веберской социологии парадигматическим являются фигуры как религиозного пророка, так и политического вождя. Общеизвестно, что в целом у Макса Вебера был крайне пессимистический взгляд на будущее современного мира, и когда Вебер работал над своей социологией религией, интегрируя туда понятие харизма, он уже видел будущее модерна в довольно мрачных красках. Есть потрясающие формулировки о новом филахентуме, опросишь, филахство? В общем, то есть он уподобляет жителей модерна древнеегипетским филахам, а в его первой работе по русской революции он прямо указывает, что все флюгеры, по-моему, там стоит, что все указатели указывают направление возрастающей несвободы. То есть крайне драматические, по сути, апокалиптические описания ситуации организованного позднего модерна. То есть он культур-пессимист, и, как ни странно, его последние надежды на спасение человечества от нового несвободы были связаны именно с харизмой. Что последствия и привело к упомянутое высшее обвинение в духовном вратстве с темнейшим Карловом Шмидтом. Хотя сам Вебер, как правило, выступал довольно неудачным политическим экспертом, прогнозистом и тем более политическим актом, провалившись, по сути, во всех проектах. Но, тем не менее, после Второй мировой войны его прямо обвиняли в том, что он своим проектом, идеей харизматического господства чуть ли не сознательно, идеологически подготовил нацистский режим. Понятно, что это полный бред. Вебера интересовало, прежде всего, то, как преодолеть тупики, омертвевшие институциональные рамки организованного модерна, например, в виде дизайна либеральной демократии 19 века, которая перестала работать в условиях новой социальной фенологии массовой демократии. Важно здесь то, что Вебер, как диагноз эпохи, зафиксировал этот массовый запрос на харизму в условиях, когда институционализированный модерн больше не работает в эмансипаторном духе. Хотя его самоописания продолжают настаивать и продолжают торговать этой вновь обретенной, но уже давно утраченной свободой. То есть Вебер фиксирует главный парадокс модерна. С одной стороны, современность впервые создает условия для реализации человеческой свободы, а с другой стороны, тотальное проникновение во все сферы инструментальной рациональности с ее стремлением калькулировать все и вся, лишает человечества шанса на реализацию этой свободы. Вебер говорил, что повсюду возникает жесткий, как стал каркас принуждения. Другой вариант перевода у нас, по-моему, это железная клетка послушания. В этом смысле, я повторяюсь, он был культурпессимистом. И вот как раз одну из немногих надежд на сохранение свободы, хоть в каком бы то ни было виде, он связывал с харизмой, конкретно с харизматическим лидерством в политике. Например, в своих работах по переформатированию политического дизайна Германии, это поздние вещи 18-19 года, там есть много таких, он выражает эти надежды на то, что вот появятся те харизматики, которые прошли вот эту школу, школу, например, парламентской борьбы, которые смогут вывести эту самую демократию из этих оков бюрократического окостенения. По-немецки, лидерская или вождевская демократия, которую отставил Вебер, будет фюрер демократии. Естественно, что очень скоро это привело к тому, что как раз его обвиняли в теоретической разработке, идеологической подготовке нацистского режима. Понятно, что это по ту сторону добра и зла, такие обвинения. Но, что действительно верно, Вебер увидел пределы этой рамки институциональной, и он пытался найти хоть какие-то рецепты по ее преодолению. И в этом смысле он совершенно верно зафиксировал этот запрос на харизматическое лидерство. И в этом смысле понятие харизмы не устарело и сегодня. Остается крайне полезным аналитическим инструментом для изучения не только раннего христианства, а в политической теологии Д.Шмидт прямо говорит, что референтной фигурой для социологии харизмы Вебера являлся апостол Павел. Но без этого понятия мы ничего не поймем в политических системах модерна, в персоналистских системах, например, вроде нашей. То есть самый значимый для Вебера признак политического харизматика – его способность делать то, что не способна бюрократия в рамках сложившихся рутин власти. Именно харизматик, перешагивая через эти рутины формальных институтов, напрямую, например, обращается к широким народным массам и предлагая свои визионерские идеи будущего. Понятно, что в свете трагического опыта XX века такие формы институционально необузданного политического вызывают скорее опасения, чем надежду. Однако ключевой момент веберского понимания демократической массовой политики связан именно со способностью харизматических лидеров генерировать новые политические содержания, реагируя на новые вызовы. Их отличает та самая уникальная благодать, особая способность прорывать рутины повседневности, существующие правовые установления и сложившиеся представления о социальном порядке и так далее. Вебер часто называл политиков, харизматиков идеологическими виртуозами, которые способны использовать самые различные смыслы в качестве ресурсов. Вообще у него очень широко используется музыкальная семантика. То есть он говорил часто о музыкальности и себя, например, называл религиозно-немузыкальным и так далее. Здесь эта метафора полезна тем, что она указывает на способность улавливать на очень тонкие колебания, на очень тонкие изменения в социальном мире и соответствующим образом реагировать на это. То есть выдвигать, быстро реагировать, выдвигать соответствующие лозунги и так далее. И вот как справедливо отметил Александр Фридович, я уже в который раз ссылаюсь на Метро, здесь мы уже покидаем границу, собственно, политической теологии и оказываемся на границе политической технологии, поскольку она обещает слепить харизматика, по сути, из любого подручного материала, выдавая бесовское начало за божественное, когда, как говорит Александр Фридович, фокусник притворяется чудотворцем. Все это более-менее известно и понятно. Но причем здесь Катыхон, спросите вы, и я тоже. Самое интересное начинается после того, как происходит рутинизация харизмы. Ее феральтеглихонг, о повседневной, когда все опять становится как бы на свои места, аппараты церкви, государства возвращаются, восстанавливаются рутины. Хотя уже эти рутины не обещают никакого спасения, который обещал когда-то политический вождь, религиозный пророк и так далее. Но Вебер отчетливо видит, что харизма полностью не исчезает, она остается неустранимой частью, но уже нового институционального дизайна. И в этом смысле, то есть в смысле отблеска как бы религиозного почитания, она сохраняется даже в самых модерных политических системах. И без нее мы не можем представить без этого харизматического аспекта никакое модерное политическое. Не только в смысле современных диктаторов, но и вполне формально легальных президентов. Все они несут в себе пусть и слабый, но все же отчетливо фиксируемый харизматический элемент. Более того, можно выдвинуть и сильный тезис, и сказать, что никакое чисто легальное господство невозможно без харизматической легитимности. И самый электоральный процесс в рамках той же либеральной демократии в той или иной форме предполагает борьбу за акламацию со стороны подчиняющих, подданных. Но опять я ссылаюсь на Александра Фридовича, а он идет еще дальше. И утверждает, что вообще-то это две совершенно разные харизмы. То есть одна харизма для разрывания тканей повседневности, для революции, для перелома, а другая харизма для сохранения и поддержания социального порядка. То есть одна отсылает к трансцендентному внешнему источнику, а другая уже располагается внутри системы и стабилизирует ее. И в этом смысле можно вполне себе различать эти два вида харизмы. Поскольку для Вебера его типологии харизматическая легитимность – это именно род господства, то есть мы вполне можем говорить о катеханических импликациях харизмы, которые, собственно, и стабилизируют вновь установленный порядок и, более того, позволяют его, условно говоря, его гарантировать даже при прямой передаче власти. То есть я уже… у меня уже, наверное, время исчерпал, да, Тимофей Александрович? Ну, по моим часам у вас пять минут, которые, конечно, будут звать наставить на вопрос. Да, 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 все, я тогда заканчиваю. Итак, даже в условиях политического модерна с его институализированными кризисами ресурс внутренней харизматической легитимности оказывается не менее значимым и столь же дефицитным, и его не может заменить никакая процедурная легитимность или чистая легальность. Таким образом, харизма не исчезает из модерной политической жизни, просто она преобразуется преимущественно в рутинизированную харизму, и при этом та является вполне себе действенно-консервативной с точки зрения своего катеханического функционала. Спасибо за внимание. Харизматик обязательно в рамках нашего суверенного государства, на ваш взгляд, должен занимать место на верхушке иерархии или, скажем так, на ее верхних этажах, или же он может оставаться свободным радикалом. Я, разумеется, не клоню к анархической теории. В рамках консерватизма. Может ли харизматик быть неофициальным лидером? Я думаю, здесь опять нужно вернуться к развлечению, которое ввел Александр Фридорович. О каком роде харизмы мы говорим? Если это катеханический вид, удерживающий вид харизмы, то понятно, что этот харизматик должен находиться или внутри системы, или рядом с системой, скажем, по диагонали, по горизонтали и так далее. Если же мы имеем дело с субверсивной, с подрывной харизмой, то понятно, что он должен находиться вне системы. Примеры, имена мы не можем здесь называть, поскольку нужно будет какие-то другие предикаты сразу называть. Да, спасибо большое. У меня вопрос на уточнение. То есть, таким образом, мы можем сказать, что главная функция харизмы обоих видов — это просто спасение общества от паралича, неважно каким образом. Неважно, за счет революции или за счет того, что, можно сказать, харизматический лидер убеждает, скажем так, общество в том, что этот порядок, он как бы окей, что в нем нет ничего ужасного, и, собственно, в этом проявляется главная функция. Именно. Оказывается, что харизматик, революционер, пророк все равно спасает человечество, взрывая ниженеспособную, скажем, рамку социального порядка. Тогда как харизматик или наследник харизматика, он как бы через вот эту эманацию, пусть и в ослабленном виде харизмы, сохраняет социальный порядок и опять же предохраняет наступление хаоса, то бишь антихриста. Еще вопросы? Прошу вас. Это в каком-то смысле не вопрос, просто к тому, что сказал Олег Васильевич, к набору источников. Я не могу вспомнить, кому я уже рассказывал, но по всему не всем, а это как раз попадает в разряд того, что вы перечислили, и это очень хорошо попадает. Когда он в 70-м, кажется, году переписывался с Козеликом, то есть была долгая переписка, она длилась несколько десятилетий, но именно в одном из писем, где он реагирует на то, что его как-то там очередной раз обидели, и Ясперс ему не по нраву, и Ханарент у него там вызывает раздражение, и он перевирает ее фамилию прямо в письме. И там же он пишет, что вот, значит, типа Левит, значит, его там тоже укусил, а на самом-то деле, значит, нельзя противопоставлять Макса Вебера ему, Шмидту, потому что Вебер для него истинный, а, мы с вами, да, переписывались, ну вот, истинный инаугуратор политической теологии, то есть вот, ну, это как бы высказывание «прямее некуда», да, вот, да, 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 это уже не позже 70-е или 72-е где-то, ну, примерно вот так вот, да, как раз вокруг того времени, значит, когда «Политическая теология-2», которую вы цитировали, значит, вот создавалась, вот в это же время он решил, что Вебер, это на самом деле, он и является зачинателем политической теологии, ну, вот, это, 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 понятно, что это не вопрос и не замечание, просто подумал, что это будет хорошо, в копилку, да? Александр Фридорович, напомнил мне про «Политическая теология-2», коллеги, я счастлив сообщить, что я ее перевел, даже написал какой-то вводный текст, и она, я надеюсь, в течение вот ближайших недель выйдет в Санкт-Петербургском издательстве Владимир Дали, я надеюсь, мы вам ее как бы на разных площадках презентируем, мы уже поговорили с Александром Фридоровичем, возможно, в Питере где-то на площадках, и здесь, в Москве, в Вышке или в Шанинке. Олег Васильевич, спасибо за доклад. Я хотела бы сделать запрос из научно-исследовательской области, а какова новейшая актуальность термина вот катехонической харизмы, что исследователям, социологам и философам дальше с ней делать? Она остается с Вебером или у нас есть какие-то новейшие запросы к ней? То есть, как ее актуализировать сегодня дальше? Есть ли какие-то любопытные гипотезы нам, как теоретикам, чтобы с ней работать? Ну, это такой классический вопрос о перспективах операционализации, как я понимаю, такой, так сказать, из жанра социологического, так сказать, приведения в чувства. Я согласен, что это нужно проверять на потенциал операционализации. Это была чистая провокация, естественно. Это была попытка, попытка вброса, можно сказать, такого мема харизма, как катехон. Но, тем не менее, я не уверен, что это можно применять вот конкретным кейсом, да, так сказать, скажем, политическим и так далее, хотя почему нет. Но именно как рамка, как эвристическая рамка, мне кажется, что потенциал харизмы, как катехона, еще далеко не исчерпан. Просто никто не пытался, может быть? Да нет, пытались. Да нет, пытались. Есть и рискоориентированные такие, рискологические переосмысления, там, в русле Стивена Тернера, пуриста, где он предлагает харизму рассматривать как риск. И сейчас вот статья должна выйти в эконом-соц, молодого, ученого, извините, молодых не здесь ученых. Есть, соответственно, интересная стратегия вообще переформатирования в виде реперсонализации личной харизмы, реперсонализации должностной харизмы, то есть обратный процесс, когда, наоборот, должностной харизмой предписываются личные качества. И эти процессы наблюдаются не только там в экономической сфере, как это там Бигард описывает в харизматическом капитализме, но эти процессы происходят и в религиозной сфере. Вот Бьенфе, мы с Олегом Васильевичем переводили статью, старые понятия, новые проблемы, и там как раз был один такой, один сегмент, посвященный Бьенфе, который как раз обращается к реперсонализации харизмы, как раз запрос на трансцендентное модерне, и показывает, что в католицизме это работает, и там в сотни раз фактически увеличилась канонизация. И она, применяя веберовскую рамку, вот как раз вводит реперсонализацию, например. Вот, особенно сейчас мы наблюдаем это и в государственном управлении, попытка ввести харизматические черты. Другой вопрос, а что такое харизма? Да, вот Олег Васильевич думает, что, ну, предлагает рассматривать как катехон, на мой взгляд, это вообще способ спасения, по сути дела, от всего и от катехона в том числе. Вот, то есть это яркое понятие харизмы, как это вот Роза рассматривает это понятие резонанса. Вот благодаря харизму, от харизмы мы спасемся от всего отчуждения и так далее, хотя, наверное, в некотором смысле это их катехонические свойства. Вот, ну, здесь я не теолог, я не могу рассуждать. Поэтому актуализации этого понятия и проекции, и траектории, действительно много. Я, если не ошибаюсь, у Александра Фридриховича защищалась, Фрейк писала по харизме. Ну, такая больше работа направлена на систематизацию, как я понимаю. Это давно очень было. Да, это было давно, но она считается, как бы, ну, на мой взгляд, это, ну, серьезная работа по систематизации понятия харизмы. А современные, да, современники обращаются, много сборников есть, и я еще раз повторюсь, это от рискологического понятия харизмы и заканчивая реперсонализация в религиозной сфере, даже в повседневности. Ну, я сейчас не буду слово давать, да, потому что не заявлялись, но есть и повседневная харизма, которая вот... В одном соц. Ждите, в следующем номере должна статья появиться, там как раз повседневная будет харизма. Спасибо. Там я время... Время мы еще не съели, потому что я боюсь очень... Время... Две минуты... Ага. Из онлайна можно вопрос? Извините, просто очень важно, бывает, какие-то вещи зафиксировать на будущее. Вот это сказано как бы мимоходом, на самом деле, возможно, ничего мимоходом и не бывает, но пускай это будет акцентировано. Вот Олег Васильевич говорил сейчас об этом, что, значит, там вот харизма, вот акламация. Я просто хочу обратить внимание, сначала все понятно. Вебер протестант, он из богатых протестантских профессоров. Вообще вся... Весь университет в Германии во времена молодого Шмидта протестантский и еврейский. Значит, вот Вебер для него протестантский богатый либерал, совершенно ненавистная, значит, фигура. Вот. Дальше он, естественно, харизма, да, харизма, это из протестантской теологии. Не потому, что он не знает, что там у апостола написано, а функционал харизмы. Что, значит, церковь еще не организовалась, церкви нет, зримой церкви нет, ранние христианские общины. Для Шмидта, как католика, это что это, так сказать, они еще только идут к своему подлинному бытию. И в это время, значит, они думают, а как нам выбрать учителя? Вот харизма. Значит, харизма, да, она, ну не то, что антицерковная, она доцерковная. И ее перенесение на политическую область далеко не беспроблемная вещь. Дальше что он делает? Значит, у Вебера же любимая формула харизматика «сказано, а я говорю вам». То есть вопреки сказанному, вопреки институциональному, вопреки законсервированному, да, вопреки зримой церкви, о которой, значит, он говорит, это все ранний Шмидт. Это не в смысле оспаривания того, что вы сказали, а, казалось бы, вот когда он, наконец, нашел благодетельные свойства харизмы, и когда харизма и фюрер, и фюрер, обладающий харизмой, должны были бы спасти Германию. И в это время, обратите внимание, вы вспомнили, как и многие вспоминают, и вы совсем недавно вспоминали, я тоже помню, об аккламации. Обратите внимание, аккламация появляется в самые роковые годы для Германии. Понятно, известно, откуда он берет, мы сейчас не поднимаем это. Но, когда он говорит об аккламации, кто ему мешал, ему-то кто мешал сказать о харизме. Чем ему аккламация милее харизма? А она тем милее, что аккламация идет от массы снизу, а харизма идет от фюрера сверху. И вот в тот самый момент, когда он должен был бы все надежды возложить на фюрера сверху и на его харизму, он возлагает надежды на аккламацию и ее действия снизу. И в рассмотрении вопроса о легитимности и легальности, казалось бы, ну вспомни ты в этот момент, роковой момент для Германии, вспомни о харизматической легитимности. Ни слова. Мне кажется, что в принципе все, что вы сказали о сохраняющей харизме, о катактонической харизме, это абсолютно правильно. И тогда, но именно потому, что это правильно. Именно поэтому, не вопреки, а именно поэтому, для дальнейшего исследования вы задаете нам вопрос, вы всем нам задаете вопрос, да, что же такого в ней нет, да, что она уходит на задний план, вот в те роковые, повторяю, минуты, когда должна была бы заработать. Мне кажется, это в высшей степени провокативный доклад, вот, и, ну, больше мне сказать нечего. Спасибо.